Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, ассаляму алейкуму, рахматуллахи и ва баракату. Сегодня мы собрались с вами здесь, чтобы поговорить на тему путешествия души. Вот сейчас вы сидите и думаете, как и многие другие люди, вот моя жизнь, и когда я умру, то всё. Моя душа куда-то попадёт, но живу я здесь. Вот она, моя жизнь. Я хочу прожить вместе со своей семьёй подольше. Я бы очень хотел жить долго, 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 долго. С мамой, с папой, с сестрой, с братьями, но в итоге мы всё равно умрём. Я вот что скажу вам, братья и сёстры. Мы думаем, что когда человек покидает этот мир, то есть умирает, переходит в мир иной, расстаётся с жизнью, нам кажется, что это конец жизни человека. Он ушёл и всё. То есть его душа рассталась с телом, и всё, он умер. Но, когда Аллах ниспослал Коран, появился новый термин. Да, в Коране Аллах использует слово смерть, маут. Аллах говорит, каждая душа вкусит смерть. Но также Аллах говорит о том, что мы перенесёмся. Мы с вами перенесёмся в другой мир. Мы путешествуем. Мы переходим из этого мира в другой мир. По сути, мы не умираем. Смерть — это не конец. Да, мы вкусим смерть. Но пойдём дальше. И переходить из одного мира в другой для нас не впервой. С нами это уже было. Мы уже переходили из одного мира в другой. И вот смотрите, братья и сёстры, не думайте, что смерть — это конец жизни. Эта жизнь очень маленькая по сравнению с вечной жизнью, которую Аллах даст нам в раю, иншаллах. Мы, мы с вами, каждый из сидящих здесь, все, кто это слушают, мы созданы для вечности. Душа наша будет жить вечно. Да, начало у нас есть. Точка отсчёта. Начало нашего с вами появления. И я сейчас говорю не о рождении, а о том, когда Аллах создал наши души. И мы с вами испытаем только одну смерть. После этого мы уже никогда не умрём. После судного дня либо в рай, либо в ад. И на протяжении этой жизни мы переходим из одного мира в другой. Условно, эти переходы можно разделить на пять стадий. Каждый из нас через них проходит целых шесть миров, в которых мы живём. Пять переходов и шесть миров. Причист великий Аллах. Сначала первый мир. И вы можете подумать, о чём же он говорит? Мы жили в бестелесном мире, в виде души, в так называемом мире душ. Сначала душа человека была всего одна. Это был пророк Адам, мир ему. Из его души Аллах создал все остальные. И каждый раз, когда в этом мире рождается ребёнок, в его тело входит какая-то из этих душ, в которой Аллах предопределил, что она родится. У всех нас это было. И у каждого человека, абсолютно у всех людей. Вот взять так называемый Алямуль-Аруах, мир душ. Мы с вами, когда находились там, не знали, в каком мире нам предстоит родиться. И для каждого из нас Аллах предопределил тело. Вот этот мир душ и есть самый первый мир. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что если ты в этом мире видишь кого-то, и тебе кажется, что ты знаешь его, но никак не поймёшь, откуда. Смотришь и думаешь, где же я тебя видел? Так вот, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это может быть. Мы видели его, когда были в Алямуль-Аруах, то есть в мире душ. И когда мы были душами, ещё до того, как Аллах послал Адама и Хаву в этот мир. Мы в то время жили без тел, были просто душами. Одной душе в будущем было суждено стать матерью для другой души, но мы этого не знали. Так вот, ещё в те времена Всевышний Аллах спросил у всех душ. И об этом Аллах говорит в Коране. Вот твой Господь вынул из чресл сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя. Разве я не ваш Господь? Дескать, не я ли причина того, что вы существуете и наделены всем необходимым. И мы в то время были сосредоточены только на Аллахе. Нашим дыханием было поминание Аллаха. Мы знали только Аллаха. Мы постоянно поминали Аллаха. И когда Господь сказал душам, не я ли ваш Господь? Мы сказали, да, мы свидетельствуем. И тогда Аллах сказал нам, Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили. Мы не знали этого. Или чтобы вы не сказали, наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты погубишь нас за то, что совершали приверженцы лжи? И вот Аллах послал Адама и Хаву в этот мир, на эту планету. И у них появились дети. И Аллах из мира душ отправлял души в новые и новые тела. Аллах предопределил, какая душа, у каких родителей родится, в каком теле. И вот душа заключена в тело, пока Аллах не освободит ее. И Аллах говорит нам, что наша миссия, миссия души в этом теле. Это, живя в этом мире, по-прежнему считать меня Господом. Вы найдете много чего в этом мире, что будет говорить вам о моем существовании. И вот мы с вами живем в этом мире, где далеко не все гладко, в отличие от мира душ, в котором мы были, когда мы знали только Аллаха. Нам наверняка там очень нравилось. И наверняка мы не хотели уходить. Но пришло время. Покинуть мир душ. Хотели вы его покидать? Нет. Я хотел покидать? Нет. Но пришло время. Каждому из нас родиться. И я стал сыном двух других душ. Моего отца звали Ауляд. Да помилует его Аллах, скажите Амин. А мою маму звали Рукайя. Да помилует ее Аллах, скажите Амин. Оба они ушли из этого мира. Так вот я, я сам, конечно же, этого не помню, это я вам говорю на основе священных текстов. Настал мой черед. Родиться. У тех родителей, которые были нам предопределены. И вот для вас, как для души, уже подготовлено тело. А вот эта душа станет твоей матерью, а это твоим отцом. Аллах установил между вами связь. А те души, которые родились до тебя или родятся после у этой женщины, станут твоими братьями и сестрами. А в мире душ у нас не было ни отца, ни матери. У нас не было ни братьев, ни сестер. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.